Команда долго к этому шла, во-первых, чемпионство завоевали первый раз, выступали сначала первая стадия, предварительный этап Лиги чемпионов, удачно прошли, я считаю, заслуженно, со второго места отобрались. Ну и, конечно, посетки и посева, как бы, были во второй корзине, да, знали, что попадется кто-то один из гранов, да, попался в спортинг, еще раз убеждаемся в том, что можем себя проверить с таким хорошим соперником, действующим чемпионом, обладателем Лиги чемпионов Кубка УФА, ну и очень, конечно, приятно то, что вытянули нашу корзину, я считаю, что будет именно элитный раунд проходить в Тюмени, это, во-первых, и популяризация мини-футбола, и, конечно, огромный будет праздник в городе и во всей области, я думаю, очень будет много народу, полный зал, ну и я думаю, что мы не должны ударить грязь лицом, как бы показать хороший мини-футбол, ну и, конечно, будет поставлена максимальная задача выхода в финал четырех, что мы будем стараться по возможности делать. Сейчас у нас на очереди, мы думаем о предстоящем туре, о Норильске, тоже будет нелегкий, тяжелый выезд, в Норильск, как всегда, добираться очень тяжело, потом у нас Кубок, две игры с Сибтранзитом, а уже потом, планомерно, там у нас как раз после Кубка останется буквально 7-8 дней, будем планомерно готовиться поступательно к Лиге чемпионов, еще узнаем информацию по хорватской команде, как бы не особо с хорватскими мини-футболом знакомы, но сейчас есть хорошо, что интернет, СМИ, то есть за любой команде можно найти информацию, поэтому будем готовиться постепенно к первому, ко второму, к третьему сопернику, ну а я-то как бы мы уже более-менее знаем, в прецедурном турнире и дома на турнире, и сейчас выступали в одной группе, поэтому по спортингу и по хорватам будет информация, будем разбирать, готовиться. Ну, я почему-то такого же мне придерживаюсь, как и клуб спортинг, потому что, во-первых, мы будем играть дома, да, но если не обыгрывать дома Аят и Хорватов, то вообще зачем, как бы было выходить в следующий этап, и тем более, когда будем играть дома при родных трибунах, полный зал будет, поэтому, да, я считаю, будет ключевая игра, это именно между Тюменью и спортингом, и я думаю, в ней и определиться, решиться, кто поедет в финал четырех.